Добрый день подписчики и не случайные гости моего канала. В интернете, в частности на ютубе, есть много различных роликов, в которых люди приманивают кабанов, копытных различных. То есть делают какие-то приманки, прикормочные площадки и используют фрукты, овощи выбрасывают, зерно, пахучие разные вещества используют. Но я вот сколько смотрел, ни разу не видел, чтобы использовали хлеб. Дома хлеб у многих остается, что успеваю засушить и отдаю кроликам. Некоторые покрывают хлеб плеснью и кроликам уже не отдашь его, и у меня он остается. Я вот решил, набрал сумочку, вынес в лес, ну и чтобы облегчить свою задачу, вот здесь видите такая балка получается у меня. И вот тропа идет кабаня. Я решил рядышком с ней положить этот хлеб и посмотреть вообще будут кабаны на него реагировать. То есть вот идет тропа, но тут сольды достаточно свежие. Вот так кабанчик бегает еще здесь и вот сюда еще пошла вторая тропа. И в этой балке как развилка получается. То есть вот сюда они бегут и вот сюда. Вот видны следы. И вот туда пошел. Вот здесь дальше, внизу могу показать. А, кстати, сюда тоже вот тропа идет. Да, сюда тоже пошла тропа. А, но здесь следов нет. Это видимо, вот видит там река. Это видимо бобры вылазили. Так вот, вот здесь вот я высыпал немного хлеба. Вот хочу проверить. Вот видите, немного плесневого хлеба. Хочу проверить будут ли кабаны реагировать на него. В детстве я знаю, что мы всегда поросят хлебом кормили. Тоже хлеб стоил дешевле всякого зерна и так далее. То есть всегда давали поросятам хлеб. Но кабаны те же самые поросята, только дикие. Ну, посмотрим. Вот сейчас на ночь и через какое-то время приеду еще сюда. Привезу. Посмотрим, что здесь будет. Съели, не съели этот хлеб. Вот еще привезу. Если будут съедать, тогда, наверное, можно будет вот на этот дубок повесить фотоловушку и посмотреть, кто у нас ходит и кушает хлеб. Я думаю, всем будет интересен такой эксперимент. Все. Остается только ждать. Итак, прошло у нас три недели с того момента, как я положил немного хлеба для кабанчиков. Опа! Не знаю, было видно, нет? Видите, этим полетел. И как раз примерно из того места, где я клал хлеб. Вот, ну видите, наша тропа. То есть не наша, а кабанов. Сейчас посмотрим, что тут. Кабанчики кушают, нет? Свежих судов особо не видно, но дожди тут постоянно идут. Так, давайте смотреть. Вот здесь я клал наш хлебушек. Ну, вот остатки лежат. Нельзя сказать, что здесь все перерыто кабанами. Возможно, кабанчиков здесь и не было. Так, чуть-то вроде объедена травка. Ну, в любом случае, я уже хлеб принес. Сейчас еще подсыплю. Ну, а через неделю приеду. Посмотрим, если что-то будет. Скушают за неделю хлеб этот. Тогда, может быть, попробовать повесить ловушку хотя бы на выходные. Посмотреть, кто-то кушает его. Так, сейчас хлебушек высыплю. Покажу. Ну, вот столько хлеба я принес. Две сумки выспал. Белый, черный. Ну, думаю, особо разницы нет, конечно. Получается, что у нас было чуть меньше хлеба. Да, и три недели у меня не было. Шли постоянно почти через день дожди. Может быть, конечно, его и размыл дождем немного хлеб. Теперь я уже планирую через неделю приехать. Ну, и хлеба побольше. То есть, конечно, он растает, не растает. В общем, будет понятно, кушают его или просто он растворяется. Так что подождем еще недельку. Если какой-то результат будет, повесим ловушечку, посмотрим, кто здесь будет кушать его. Все. Ждем еще одну неделю. Вот в очередной раз иду пополнить хлебные запасы. Ну, сейчас никого не видно. Сейчас подойдем, посмотрим, что у нас там произошло с хлебом. Следы вот тут, конечно, и есть. Свежие. Так. Ну, от хлеба, видите, практически ничего не осталось. Но опять-таки я не вижу четких отпечатков копыт. Но вот здесь вроде как вот что-то. Вот похоже на отпечаток. Я, конечно, ожидал увидеть более явные признаки, что это именно Кабаб заходит. Как-то здесь, наверное, вот мышки орудуют. Плюс дожди у нас, как и везде в этом году, льют бесконечно. И, наверное, все-таки чуть-чуть размачивать хлеб. Ну, ладно. Сейчас ловушка у меня висит в другом месте. Вот видите, следы здесь есть. Вот они, маленькие поросятки бегают. А, смотрите, вот сюда. Вот батон плесни мы утащили. То есть все-таки, да, получается это не птица же, конечно, утащила пол батона. Все-таки, видимо, хрюшки. Ладно, сейчас добавим. Ну, столько сегодня принес. Пол мешочка. Как я говорил, уже ловушка сейчас висит в другом месте. Надеюсь, там она кого-то застимет, и вы это видео увидите. Вот, но в следующий выходной я ее сниму и перевешу сюда. Опять-таки приду с хлебом и уже с ловушкой тогда мы с вами кого-то, надеюсь, увидим. Итак, очередной выходной. Снова принес мешочек хлеба. Для кабанов. И опять-таки, пока у меня фотловушка сейчас занята на другом объекте. Поэтому пока что здесь все без надсмотра будет. Ну, следы есть. Следы есть, причем не только кабана. И сегодня как и ввозь проходит. Посмотрим. Здесь кабани. Вот. Ладно, когда она все уже встречает выходной, надеюсь, за эту неделю, там где ловушка висит, она что-то снимет. И тогда я его перевешу сюда и уже пока еще не решил куда. Ну, надо сказать, все вот на это дерево. На этот дуб. И будет она снимать тех, кто будет питаться хлебом. Все, достаточно выходного. У меня сейчас летом была возможность брать хлеб с пекарни, который возвращает магазины. Поэтому я вот решил попробовать. Но убедился, что этого делать не стоит. Лучше что-то еще использовать в качестве приманки для кабанов. Вот. И я почти уверен, что если бы не проходила здесь рядышком тропа, то есть я где-то высыпал в другом месте бы хлеб, то зверь, наверное, даже к нему бы не подошел. Не учуял бы и не стал бы есть. Поэтому хлеб никому не советую использовать в качестве приманки. Лучше пустить его на какое-то другое, более полезное дело. Выслушать его поваром и отдать кроликам там или какой-то другой скотине. Все, в следующем ролике тогда я все-таки повешу ловушку. Неделю или две она повисит. И посмотрим, как кабанчики приходят, не приходят. Это уже будет следующий ролик. Это и так слишком длинный получает. Полтора месяца уже бегаю с этим хлебом. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то будет полезно. И никто не будет использовать хлеб в качестве приманки для кабанов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.